Задача от Мартина Гарднера. Но вначале всех приглашаю посмотреть новое видео на нашем семейном кулинарном канале. Кому интересно, ссылка в описании. У одной дамы было в сумочке несколько купюр достоинством в 1 доллар каждая. Других денег у нее с собой не было. Половину денег дама израсходовала на покупку новой шляпки, а 1 доллар заплатила за освежающий напиток. Зайдя в кафе позавтракать, дама израсходовала половину оставшихся у нее денег и еще 2 доллара заплатила за сигареты. На половину оставшихся у нее денег она купила книгу. И по дороге домой зашла в бар и заказала коктейль за 3 доллара. После чего у нее остался 1 доллар. Сколько долларов было у нее первоначально, если предположить, что ей ни разу не пришлось разменивать долларовые купюры. Решим задачу двумя способами. Первый способ. Начинаем с конца, то есть с последнего третьего пункта. Прежде чем у дамы остался 1 доллар, она купила коктейль за 3 доллара. А это значит, что до покупки коктейля у нее было 1 плюс 3, 4 доллара. По условию до покупки коктейля дама на половину оставшихся у нее денег купила книгу. Но если книгу она купила за половину оставшихся денег, значит вторая половина у нее осталась. А это значит до покупки книги у дамы было в два раза больше денег. То есть надо эти 4 доллара умножить на 2. Считаем 1 плюс 3, 4, 4, 2, 8. По ходу решения можно всегда делать проверку. Ну вот например, давайте проверим вот этот третий пункт. Мы только что выяснили, что до покупки книги у дамы было 8 долларов. После того, как дама купила за половину от этих 8 долларов книгу, а это значит надо от 8 вычесть половину, то есть 4, у нее остается 4 доллара. Вычитаем коктейль за 3 доллара, остается 1 доллар. То есть все правильно. Переходим к пункту 2. Дама заплатила 2 доллара за сигареты, после чего у нее осталось 8 долларов. Это значит до покупки сигарет у дамы было 8 плюс 2 долларов. А перед покупкой сигарет дама израсходовала на завтрак половину оставшихся денег. Но если она израсходовала половину, значит другая половина в виде этих 10 долларов у нее осталась. Значит 10 долларов это как раз и есть вторая половина. А значит до того, как позавтракать, у дамы было ровно в 2 раза больше денег. То есть умножаем на 2. Получаем 20 долларов. Переходим к первому пункту. 1 доллар дама заплатила за освежающий напиток, после чего у нее осталось 20 долларов. Значит до покупки напитка у дамы было на 1 доллар больше. То есть 20 плюс 1 доллар. А до освежающего напитка дама израсходовала половину денег на покупку шляпки. После этого у нее осталась вторая половина в виде 21 доллара. То есть до покупки шляпки денег было ровно в 2 раза больше. 21 умножаем на 2. Получаем 42 доллара. Делаем общую проверку. Итак, было 42. Израсходовала на шляпку половину. То есть 21 доллар. После этого 1 доллар заплатила за освежающий напиток. Минус 1. Находим разность. Получаем 20. После этого в кафе потратила половину. То есть минус 10 от 20 половина. И 2 доллара на сигареты. Минус 2. В результате получаем 8. Потом купила наполовину от 8 книгу. За 4 доллара. Значит получается минус 4. Заказала коктейль. Минус 3. И 1 доллар остался. 8 минус 7 равно 1. Все верно. Решим задачу вторым способом. На этот раз начинаем с первого пункта. Пусть у дамы было x долларов. Тогда после покупки шляпки, на которую дама потратила половину денег, осталось ровно половина. То есть осталось x разделить на 2. Да еще 1 доллар дама заплатила за напиток. То есть вычитаем еще 1 доллар. И мы нашли сумму, которая осталась у дамы после первого пункта. Переходим ко второму. Зайдя в кафе позавтракать, дама израсходовала половину оставшихся у нее денег. Если половину израсходовала, значит половина осталась. То есть от того, что было, осталась половина. Это значит нужно умножить оставшуюся сумму денег на 1 вторую. И сразу вычесть 2 доллара за сигареты. Минус 2. И мы получили то, что осталось после второго пункта. Переходим к третьему. На половину оставшихся у дамы денег она купила книгу. Но если за половину купила, значит другая половина осталась. То есть после покупки книги у дамы осталось ровно половину от вот этой оставшейся суммы. То есть надо вот эту нашу оставшуюся сумму еще раз умножить на 1 вторую. После книги вычитаем коктейль за 3 доллара. В результате чего остается 1 доллар. Ну и теперь нам нужно решить вот это уравнение. Раскрываем скобки. 1 вторую умножить на 1 вторую. Это будет 1 четвертая. Умножить на х разделить на 2 минус 1. Минус 1 вторую умножаем на 2. То есть будет минус 1. Остальное переписываем. Минус 3 равно 1. Еще раз раскрываем скобки. Получаем х разделить на 8. Минус 1 четвертая. Минус 4 переносим в правую часть. Со знаком плюс получаем 5. И теперь можно сразу обе части умножить на 8. Так быстрее. Получаем х минус 2 равно 40. Откуда х равен 42. То есть как мы видим мы получили то же самое. Пишем ответ. У дамы было 42 доллара. Задача решена. Кому решение понятно ставьте лайк. И обязательно напишите в комментариях какой способ для вас был наиболее понятен.